Индексация военных пенсий, повышение зарплат чиновников, блок пиратских сайтов и рост утиль сбора. С 1 октября россиян ждет сразу несколько нововведений. О каждом из них расскажет Рустам Хан Думаев. С 1 октября утилизационный сбор на автомобили и прицепы вырастет одномоментно на 70-85% и далее будет повышаться на 10-20% каждый год. Повышать сбор правительство планирует ежегодно до 2030 года. Это предусмотрено долгосрочной шкалой индексации утилизационного сбора. Повышаются с начала месяца и военные пенсии на 0,01%. Средний размер после повышения составит около 42 тысяч рублей. На размер пенсии по линии Минобороны Российской Федерации влияет несколько факторов. Размер денежного довольствия, продолжительность службы и наличие надбавок. С 1 октября дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление для обеспечения жильем через единый портал госуслуг. На 0,01% будет проиндексирована оплата труда работников федеральных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Данные о полисах ОСАГО перейдут в новую систему АИС. В нее войдет и информация о страховании жилья. Система станет единственным оператором, через которую проходит вся информация о полисах, объектах страхования и застрахованных. У полиции будет меньше полномочий. Так будут исключены проверки, которыми занимаются другие ведомства. Например, правоохранители больше не будут ответственны за рассмотрение дел о нарушениях в области охраны окружающей среды, обращения с животными и природопользования. Всего из полномочий полиции уберут 46 составов.